всех приветствую друзья на канале веселый инженер перед тем как мы начнем не могу просто не порекомендовать вам бомбический курс эффективная работа компас 3d данный видеокурс полностью обновленный его записал специалист 19-летним стажем роман селяхуддинов он проводит обучение не только таких курсах но и на организациях данный курс снабжен отличным интерфейсом 6 модулей состоит громадных то есть более 67 видео уроков обучение строится легко и просто есть различные отзывы а также благодарности от организации переходите сейчас действует специальная скидка ссылочку оставлю прямо под этим видео начинаем я еще раз вас приветствую друзья вы на канале веселого инженера меня зовут андрей и сегодня уникальная тема предельное отклонение размеров выбираем общие допуски и посадки аналогов данному видео нету на просторах в интернете я попытаюсь вам на живом примере объяснить как выбирать допуски и как выбирать посадки мы возьмем вал на нем выберем допуски и посадки от начала до конца поэтапно и так напоминаю что меня есть группа веселый инженер вконтакте который вы можете подписаться а также telegram канал подписавшись на который вы сможете там спокойно задать вопрос своим коллегам и собственно говоря мне давайте начнем вот примеру для чего давайте вспомним так пробежимся бегло до для чего нам нужны вообще в жизни допуски посадки вот есть у нас примеру какая-то деталь вал до на нее часто мы надеваем примеру какую-то шестеренку да да и вообще сам вал имеет определенные размеры часто очень надеваются подшипники на валы и вот для того чтобы эти все соединения прекрасно собирались чтобы не было излишних люфтов не было больших натягов для того и существуют предельные отклонения размеров и допуски с посадками получается смотрите давайте коротко до пробежимся чтобы это не основа нашего видео просто мы коротко пробежимся и вспомним все таки что же такое предельное отклонение вот смотрите вот у нас отверстие какой-то детали а вот вал синим обозначил отверстие получается что отверстие это как называют в мире машиностроения охватывающая деталь до овал это охватываю охватывая моя деталь и вот смотрите вот зеленое поле это поле допуска на отверстие получается она имеет предельное отклонение верхнее отклонение и нижнее отклонение то есть вот это и есть предельное отклонение размера то есть если к примеру нас вал 20 плюс вернее минус там допустим 01 то его предельное отклонение это 20 номинал либо 20 , и одна десятая то же самое применительно к валу да ну здесь больше на плюс то есть видите наибольший предельный размер вала и наименьше предельный размер вала и вот эта зона также называется допуск то есть это размеры простыми словами за которые мы не имеем права выходить конечно не имеем права берем в кавычки для тех кто работает на производстве меня поймут но мы должны стремиться чтобы наши детали всегда были в пределах наших допусков а теперь давайте при перейдем к практике и так общие допуски и посадки как же их выбрать выбираем предельные отклонения по седьмому квалитету достаточно точный квалитет очень часто встречается на производстве для этого берем для примера да взял такой простенький простенький чертеж и берем три диаметра диаметр 40 50 и 60 и чтобы нам понять для чистоты так сказать эксперимента да я сделал такую табличку по ходу этого видео мы ее будем заполнять и встанется в принципе очень наглядно и так диаметр 60 предполагаем что у нас необходимо здесь выбрать посадку чтобы получился зазор диаметр 50 посадка чтобы получился натяг и 40 соответственно переходная то есть данным вот примером мы охватим три посадки и одновременно выберем допуска для изготовления вала и отверстие и так вот берем такую табличку из госта и смотрим вот таким жирным обведены рекомендуемые посадки ну вот посадка зазором до пример вот эта линия вы понимали вот седьмой квалитет точности и так зазора выбираем h7 дробь и 8 ну вот просто берем такую вот посадку первую так сказать попавшуюся могут быть какие-то особые требования но мы берем вот допустим рекомендуемую посадку h7 е 8 так для натяга мы берем посадку h7 с 6 вот она посадка выбираем и остается у нас переходная посадка ее мы выбираем h7 n6 выбрали одну из рекомендуемых посадок и это говорит о том что у нас по седьмому квалитету h7 идет отверстие овал идет по квалитету и 8 здесь соответственно h7 с 6 вал здесь вал n6 мы берем по передельное отклонение выбираем по системе отверстия так вот у нас есть почему вы любые табличка дополняться потому что у нас смотрите у нас есть уже видите зазор натяг переходная уже у нас здесь это все переносится как так сказать на следующий слайд сейчас выбираем допуски отверстия ну чтобы нам не забыть берем нашу детальку и поехали что нам необходимо то необходимо берем наш квалитет h7 вот он получается и уже в зависимости от диаметра выбираем размер к вернее допуск числовое значение нашего допуска для наших трех диаметров и так первый это диаметр 60 почему откуда появилась 003 естественно смотрим с 50 до 80 миллиметров 60 нижнее отклонение ноль верхнее отклонение 003 получается что мы выбрали верхнее отклонение отверстия натяг идет h7 плюс 0025 потому что мы смотрим здесь у нас получается а свыше 30 выше 30 до 50 то есть мы вот до 50 это вот а здесь выше 50 это уже ну желательно брать вот здесь из получается 0 верхняя 0025 микрометров ну можно писать 0 и 0025 но обычно пишут просто верхнее отклонение если одно из или нижние если одно из отклонений допуска равно нулю его не указывают и так смотрим 40 также попадает в этот диапазон получается что 0025 5 едем дальше тут мы разобрались переносим эти отверстия перенесли допуск отверстие сейчас ищем допуск вала ищем допуск вала получается смотрите берем такую табличку система валов у нас получается здесь смотрим у нас е8 соответственно берем диаметр 60 свыше 50 до 80 е8 получается вот такая вот ерунда и заносим эти значения то есть минус 006 минус 0106 записали это будет у нас допуск мало следующее что нам необходимо сделать это для диаметра 50 такие же манипуляции свыше 30 до 50 рада диапазон и берем с 6 у нас же с 6 получается плюс 0059 плюс 0043 заносим в таблицу и переходим к нашему диаметру 40 диаметр 40 попадает диапазон от 30 до 50 и н6 вот это пересечения плюс 0033 плюс 0017 заносим в таблицу и так у нас уже практически видите полная практически таблица есть допуск отверстия есть допуск вала и есть обозначение посадки если обратите внимание то есть если отверстие отверстие у нас идет плюс 003 овал идет у нас минус 006 то при любом в принципе даже нулевом в номинальном 60 вал уже будет на минус 6 соток либо на минус грубо говоря десятка не будем брать эти 6 микрон минус десятка то есть гарантированный зазор у нас получается 6 соток гарантированный зазор но если будет отверстие сделано плюс 3 сотки то у нас будет минимальный зазор образовываться девять сотых миллиметра соответственно здесь где у нас на тяг посмотрите вал 50 плюс 0025 то есть 25 микрон если мы делаем вам 0052 или даже 0043 у нас нижнее отклонение да мы уже у нас больше будет у нас будет 50 , 0 43 вал при том что отверстие будет 50 0 25 то есть уже как говорится две сотых миллиметра на тебя будет у нас гарантированный переходная посадка отличается тем что может быть как натяг если допустим мы делаем вал 0033 то есть 40 , 0 33 а отверстие делаем мы будем верхний предел брать до самых 40 0 25 то получается у нас уже будет соточка грубо говоря будет соточка у нас натяг но если мы сделаем вал плюс 0017 плюс 0017 либо это будет 40 , 0 17 отверстие 40 25 у нас будет естественно вот эту сотку зазор вот такая получается тема возвращаем наши допуска все табличка полная и нам остается что сделать нам остается всего лишь взять наш вал и нанести эти допуска то есть получается диаметр 60 мы наносим такие вот размеры диаметр 50 указываем тоже допуска предельное отклонение размеров и диаметр 40 вот в принципе у нас готовый чертеж также мы можем перенести наши вот эти допуска на отверстие либо я часто вижу как на чертежах пишут если это общий чертеж пишут вот так 60 и указывают саму посадку правильно или нет или как лучше как вам больше нравится обязательно напишите в комментариях и не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео меня на этом все друзья надеюсь было интересно задавайте свои вопросы будем обсуждать и подписывайтесь на мою группу вконтакте телеграм-канал пока пока